Господа, помните, готовьте путь, готовьте путь, готовьте путь к пришествию Христа Машеха. И мы, кстати, я сейчас подойдем, скажу, почему я так сказал. Итак, благодарением мы признаем Божью благость, да, мы остановились, хвалой Божьей величии и поклонением Божью святость. И чтобы нам почувствовать благость, милость Бога, нам нужно входить во врата Его с хвалою, да, чтобы наш фокус был не на проблемах или на суете, в которой мы пребываем, да, и мы будем просить, чтобы Бог нас вывел из той или иной ситуации, там, разрешил ту или иную проблему, и мы просим, просим, и мы уже больше не смотрим на Бога, а смотрим больше на проблему, понимаете, да? И когда мы смотрим на проблему, на проблему, то мы уже не способны слышать Бога. Поэтому наш фокус должен всегда быть на Боге. Когда вы входите во врата эти с хвалою, ваш фокус, ваш взор должен всегда быть обращен на Бога. И вера людей, которые смотрят на проблемы, она, ну, она очень слабенькая, она, потому что, помните, как вот Петр вышел из лодки, да, вроде бы все, веры у него хватило, у кого бы из вас веры хватило выйти из лодки и пойти по воде? Я не знаю, послушайте, если бы Господь не сам, если бы я не увидел Господа, я не знаю, я бы не пошел. Это если только я вот увижу его очи, как лицом к лицу, и он мне скажет, иди, руку протянет, я, может быть, и вышел бы, и пошел бы. Не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Но у Петра хватило дерзновения, смелости выйти. Но чем больше он смотрел на проблему, что происходит вокруг него, тем вера его... Потому что Ешел сказал, почему вера твоя была так коротка, то есть там не мала, потому что вера у него была немаленькая для того, чтобы выйти из лодки и пойти по воде. Он говорит, повели мне и пойду, да? То есть говорит, иди. То есть короткая такая, то есть она терялась, то она начала слабеть, слабеть и вообще потерялась. И вера таких людей, которые смотрят на проблему, она слабенькая, короткая. И если ты смотришь на Бога, твоя вера будет возрастать, возрастать и возрастать. Давайте откроем 21-й Псалом. Мы все еще пребываем в терминологии. В терминологии. Мы потихоньку делаем небольшое отступление, но мы все еще разбираемся с терминами. 21-й Псалом, 4-й стих. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. И значит, ты, святой, да? Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. Если вы посмотрите оригинал, то вы не найдете там слово «живешь». Там употребляется другое слово. Сидишь. Ее шеф. Ну да, ну. То есть оно или так, да? То и так, и так употребляется, да? Сидишь. Ее шеф, да. Ее шеф. И сидит он на престоле, и вы знаете, что, ну, это как один из комментариев, опять-таки, как бы, одно из откровений, можно так сказать, что наша хвала, помните, я говорил, она покрывает престол, да, как бы, Божий. Но наша хвала может и является престолом Бога, на котором Он восседает. И Писание об этом говорит, да? То есть вот этот стих, он. Но ты, святой, сидишь среди народа своего, да? Когда Он хвалит, когда Он возносит, эту хвалу поднимает, поклоняется Ему, Бог восседает на престоле, на вот этой вот хвале. То есть эта хвала и является этим престолом, этим троном, на котором Он восседает. И помните, я вам рассказывал, когда во время служения я увидел сидящего Бога, вот на этом троне, и Он притопывал. Вот вам, пожалуйста, как бы. Я же, ну, как бы, ничего не выдумывал. Я вам, с вами поделился личным свидетельством. И вот это, это с вами буквально вам, я цитирую Валерия Ивановича, это его, как бы, материал, я его использую. Понимаете? То есть одно другое дополняет, да? Одно другое дополняет. То есть свидетельство двух истинных, да? Сначала я, как бы, засвидетельствовал, потом вот Валерий Иванович, углубляясь в Писание и разбирая, Он свидетельствует вот об этом тоже. То есть. Теория и практика, да. И давайте откроем Исайя, 6 глава. Там говорится о сидящем на престоле. С первого по четвертый стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу. И говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Возвращаемся опять. Только уже у пророка Исаии. То есть мы говорили, я свидетель стал о моем откровении, как бы, через книгу пророка Иезекииля. Здесь вот Валерий Иванович берет книгу Исаия, и вот это место буквально использует. И здесь мы видим опять вот тех серафимов, да? Единственное, в единственном числе это, ну, звучит сераф. 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 Это особый ангел, огненный ангел. Или буквально ангел, ну, который движется в пламени. Сераф. Ангел, который движется в пламени. Во множественном числе. Серафим, знаете, у него там употребляется, как четыре лица он имеет, да? Как четыре ангела. Но в то же время и один. Один и четыре. То есть они движутся, каждый куда смотрит, да? То есть, как бы, или там, ну, в нашей Библии Синодании она, как бы, немножко, как бы, по-другому звучит. Потом мы где-то коснемся этого места чуть попозже. Сераф – это особенный ангел. Ангел, буквально движущийся в пламени. То есть они возносят хвалу Богу, да? И возносят ее в пламени. Вспомните деяния, когда они молились Богу, и Дух Святой сошел, и что? И на каждом из них они хвалили Бога, и на каждом из них почил, ну, пребывал пламень, пребывало пламя над ними, да? Языки пламени над ними. А вот, помните то, что я говорил вам, когда, ну, я вот свое откровение получал, Бог мне говорил, вы моя слава, вы, когда свидетельство хвалите. Как-то мы ехали в Рени, мы служили в Рени, и перед тем, как мы, мы ночь долго ехали, и утром уже на подъезде мы уже переехали эту молдавскую границу, там, пересекаешь пост. И мы остановились для того, чтобы, а у нас служение должно было быть, вот, как бы, там, днем. И мы остановились просто для того, чтобы, как бы, там, немножко перейти в чувство, как бы, помолиться, промолиться хорошо. И мы, когда молились, и я вот увидел это поднимающееся пламя, оно, как бы, вот, как окружало, то есть, ну, реально, вот, как огонь, как вот, ну, все, как бы, вот так вот переливает. Вот, знаете, это не было просто, я реально, ну, как бы, не то, что даже ощутил, ну, не жара я ощутил, а я как будто погрузился в это пламя. Я думаю, вот это переживали именно, вот, Сидрах, Месах и Афдинага, когда, ну, их бросили в это пламя, и они, они даже, от них даже дымом не пахло. То есть, Бог изменил сущность этого пламени, потому что они поверили, Бог смог изменить самую сущность этого пламени, понимаете, да? То есть, и то, что для других было смертоносно, для них было присутствием Божьим. Потому что царь сказал, не троих ли мы бросили, да? А я вижу четвертого, вроде, как Сына Божьего, который ходит среди них, как бы. И я увидел вот это пламя, ну, как бы, я как будто погрузился в него. И вот это, ну, наглядное свидетельство того, что, ну, для меня это понятно. Я переживаю это, потому что я читаю, я понимаю, что мне Бог сказал, «Вы моя слава, и вы занимаете вот это место». То есть, понимаешь, вы являетесь носителем этой славы. Когда вы являетесь поклонниками Божьими, когда вы поклоняетесь Ему, вы вот этот, создаете этот престол Божий, на котором он восседает, как бы. И вы должны его славить в огне. Понимаете, ваше сердце, оно должно гореть. Вот как там Валерий Иванович тоже, вот, глядя, там, пламенные революционеры. Они были пламенными, ну, как, горели для этой идеи. Понимаете, да? Горели для этой идеи. То есть, вот вы должны быть тоже пламенными поклонниками. Так как те ангелы, серафимы, буквально двигаться в этом. Есть еще там, ну, такое понятие ангела, как херуб. Херуб. Или херубим во множественном числе. Единственное, херуб. Во множественном, херубим. Это ангелы, ну, воины, мечники. Заметьте, там сказано, поколебались вверхи врат от глаз. То есть, когда они славили, помните, там говорится, как гром, как шум, то есть, да, отвод многих, то есть, как, да, вы языкили. В откровениях, да, и у языки, или в откровениях мы читали, там говорится, как гром, как шум, отвод многих, то есть, это глаз. Вот они славили так Бога, чтобы поколебались эти косяки, то есть, сдвинулись с места. Помните, когда Павел и Сила славили Бога, что произошло? Сдвинулись основания и отворились все, ну, пали эти оковы, все открылось. И бедные эти охранники, они просто пополениц просто от страха, понимаете, да? Вот что происходит, когда вы возносите хвалу. То есть, они реально прикоснулись к этому откровению в тот момент. Наверное, они вспомнили об этом откровении, да? Давай славить, ну, поколебались же врата, как бы. И все это рухнуло прямо на глазах, то есть. Они верой вошли, это, собственно, обетование тоже, я так думаю. Верой вошли в это. И они увидели это. Теперь вот поговорим о радости. Да? Веселье, радость, о которой мы там... Я говорил, что мы прикоснемся к этим терминам. Веселье, радость. Слово радость на иврите, как будет? Радость. Симха. Симха. Или еще есть слово рон. Ронны. Ронны. Ронни, Ронни, Ба Цион, Харию, Израэль. Помните, да? Ну, ронни, ронни, это относится к женскому ронни. Да? Веселись, ну, как бы дочь Сиона, дочь Сиона. О, рон. Симха и рон. В иврите, ну, вообще, ну, в иудаизме, как таковом, то есть, в раввинистическом, ну, есть такое понятие, я вам буквально как бы даже... Метод комментария Торы, который придуман Гелелем, называется «Альтикра». Когда это буквально говорится, читай, читай не так, а читай вот так вот. Одно слово. Ну, слово можно прочитать и так, и так. То есть, для удобства, как бы, чтения переставляют буквы, то есть, в одном слове, и меняется смысл его, как бы. Но это принято так. Это так принято. Вот мы об этом раньше говорили, что для удобства, помните, как это? Легишта-агев. Да? То есть. Легишта-агев. 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 Легишта-агев, да? То есть, вот это, вот этот метод, то есть. И вот корневой, ну, разбор, вот эти слова «симха», он позволяет нам сделать вывод, то есть «симха» еще может звучать как «ле-шем-ха». Одни и те же буквы, то есть, когда их переставляешь местами, вот используешь этот метод, оно еще звучит как «ле-шем-ха». И буквально там, это вот «симха» равно «ле-шем-ха», то есть одно соответствует другому, да? Или «радость» равно «прислоненность к его имени», прислониться к его имени, да, к имени твоему, к имени твоему, прислониться к имени твоему. А слово «веселье» на иврите, никто мне не скажет? Мне жалко, нету. Нет, не «симха». «Веселье» употребляющее. Ну, не совсем, там есть определенное слово «веселье», именно к «веселью» применяется. Сосун. Сосун. Сосун, да. Веселье. И между этими понятиями «симха» и «сосун» есть определенные различия. Есть различия. Сосун. Или «сосун». Я точно не знаю, там. Или «сосун». Или «сосун», да? Да. Не-не-не-не-не, там, по-моему, «сосун», да? Я точно не знаю, вот, как бы. Сосун, да? Я вот точно не знаю, там две буквы «а» или одна, или, может, буква «о». То есть, я, ну, это надо просто спросить, вот, кто знает хорошо иврит, как бы. Да. Да. Они имеют разные немножко, ну, по-разному, ну, как разную сущность. Понимаете, да? То есть, вроде бы, веселье и радость, то есть, как бы, одно и то же, да? Но не совсем одно и то же. Это не совсем одно и то же. Вот мы даже песню поим, да? Коль, сосун, коль, симха, да? Голос радости и голос веселья. Это разные понятия. Понимаете, да? Голос радости и голос веселья. Потому что радость или симха. Сейчас мы напишем. Потому что радость или симха, это больше относится к состоянию сердца. К состоянию духа. Радость или симха. Это больше относится к состоянию сердца или к состоянию духа человека. А. Сосун или сосун. Напишите са через букву а. Просто не два, не две буквы, а просто. Сосун или веселье. Подчеркните там это место, может, чтобы проверить его потом. Это внешнее эмоциональное состояние. И мы сделаем такое немножко отступление. Попробуем разобраться в этом. Если мы только веселимся, помните, да? И у нас нет вот этой прилипленности, приклеиться к его имени. Отсутствует это. Да? Да? Просто внешнее. Это просто внешнее. Помните, мы еще раньше, когда я вам в предыдущих уроках говорил, что служение Бога без Бога или пение, оно превращается в балаган, примитивный, то есть фальшивый балаган. Помните, да? То есть, и вот о таком балагане, когда неверующие войдут, могут войти в собрание, да, или религиозные люди, они могут сказать, что вы беснуетесь. То есть реально. Вот чем отличается как бы радость. Вместе друг друга они дополняют, но они имеют разные значения, эти слова. И Валерий Иванович приводит очень интересный пример. То есть слово беснуетесь, да? Бес. В египетской культуре вообще был такой божок, бес. Это было не самое большое божество, оно было где-то там какого-то такого незначительного уровня. Оно отвечало, оно было как будто среди остальных богов, вроде массовика-затейника, вроде шута. Вот это божество, оно изображалось в виде такого старичка там кривоногого, то есть как бы, и было как массовик-затейник среди вот в этом сонме башков этих, понимаете, да? То есть, и оно отвечало именно, как-то, а, это божество заведовало шутками, смехом, безудержным смехом. И такое веселье вместо славы Божией может привести к хуле. Помните слово халель и хеллули. То есть, шутовство и смехотворство, иногда, ну, есть и такие проявления, да? Это может быть Божий смех, а я знаю, есть у меня такой пример в моей жизни, как бы, когда это, ну, явно переходило всякие рамки и границы, понимаете? Это превращалось действительно, как бы, в хулу на Бога, то есть, это просто переходило всякие рамки. То есть, это, ну, явно было, что там присутствие никакого Божьего, это просто шутовство было, реальное шутовство. Еще вот это Божество заведовало обманом. И еще оно, как бы, было, как бы, таким духом семейного очага. То есть, вот оно за много вот таких вот вещей отвечало. То есть, и вот в семье часто мы можем наблюдать унижение, то есть, как бы, знаете, вот такие вот проявления унижения, насмехаться над кем-то, понимаете? Шутить, вот так вот, без, ну, как бы, без всяких рамок, то есть, пересекая эти рамки, то есть, как бы, унижение. А вот это уже превращается в конкретное унижение, понимаете, да? То есть, надругательство, что ли, понимаете, да? Вот так само и в собрании, когда идет служение Богу без Бога, то есть, это веселье и радость, может, из, вместо того, чтобы приносить хвалу Богу, оно может превратиться в хулу на Бога. И люди, которые, ну, войдут, они, видишь, вы просто беснуетесь. Но когда есть присутствие Божие, когда вы действительно, да, они просто попадают, и они обличаемы, да? То есть, вот такие вот, такая вот игра слов, вот такая вот игра понятий, понимаешь? Очень тонкая грань между этим всем, очень тонкая, по которой мы ходим. И поэтому нам все время надо анализировать себя, проверять себя, судить себя, может быть, ну, по основанию к словам, словам Божьим. Испытывайте, испытывайте себя, да? Верили вы, да? Испытывайте себя, верили вы, испытывайте себя, верили вы. И теперь вот мы, мы вот сейчас вот, когда поклонялись, пели этот нигунчик, да? Вы знаете, что это за нигун вообще? Это рикут. Это рикут. Этот нигун, он называется рикуды. То есть, это относится к слову хора. Хора – это танец, да? И вот хора, то есть, может еще, ну, буквально, ну, как бы, когда употребляется это слово, есть два значения этого слова. Понимаете, да? То есть, есть вот два значения этого слова. То есть, это хора, как танец просто, да? И рикут именно, буквально, когда вы скачете. Это, ну, вот то, что делал Давид. Помните, когда несли ковчег? Он перед ним буквально скакал. Он пел какую-то мелодию, танцевал, буквально скакал. То есть, это мы опять еще идем по терминологии, то есть, для того, чтобы разобраться в этих понятиях, то есть, ну, что мы делаем. Я говорю, все очень символично, да? Мы вот поем там, мы же не договариваемся, да? И вот ты спел, да? А я тебе вот говорю, что это и есть рикуты. Да, ну, тогда буквально подпрыгивать, то есть, как бы, когда вы поете, напеваете мелодию, вот она идет, она такая разворачивается, она все быстрее, все быстрее, быстрее. Вы потом просто в танец это превращается, вы скачете, то оно захватывает вас, то есть, как бы, это действие. Веселье в танце. Еще для выражения хвалы в ибрите используются слова слова «яда» и «тода». Да? Знакомые вам слова? «Тода». Особенно «тода», да? Да. «Яда» и «тода». «Тода» – это буквально благодарение. «Тода». Благодарю тебя, Господь мой, да? Да? «А яда» – это хвалить Бога, поднимая руки к небу, как будто тянуть руки к небу. Вот как ребенок тянется к папе, он там, подходит руки, так тянет. Вот так и мы должны тянуть руки к папе нашему. Это «яда», «яда». Теперь мы прикоснемся к такому понятию дальше, как музыка. Что интересно, что в ибрите слово, которое бы обозначало, ну, нет такого слова «музыка», ну, не существовало, и поэтому оно взято из греческого языка. «Музыка» – это буквально из греческого языка слово. Не знаю, как оно там буквально звучит, но это, ну, слово взято из греческого именно языка. Потому что в ибрите не было такого понятия, как музыка. Там, если мы просто спроецируем как бы на иврит, да, то это буквально как декламация, то есть на музыкальный мотив. Вот когда мы говорим о псалмах, да, там в сопровождении музыкальных псалом такой-то, то есть на такую-то мелодию, да, то есть это декламация была. То есть как бы она не имела рифмы, просто вот человек декламировал, то есть он молился, как бы провозглашал, декламировал, понимаете, да. То есть шла какая-то мелодия, и человек, ну, как бы говорил об этом, декламировал. И, ну, это вот имело вот такое вот значение, или как земмер мы говорили, да, то есть как бы пение под сопровождением музыкальных инструментов. И вот мы сейчас вспоминаем. Земмер – это пение в сопровождении музыкальных инструментов. Дальше. Мизмор. Мизмор – слово. Это напев или мелодия. Мизмор – это напев или мелодия. Мизмор – это напев, мелодия. Мизмор – это напев, мелодия. Вы можете там оставлять даже место для того, чтобы потом на иврите записать там, как бы внизу. У вас есть такая возможность, вы можете просто вот как бы там рядышком, там, мизмор, там, потом раз на иврите записали. Шир – пение акапельное или декламация тоже переводится. Шир. Шир. Акапельное пение или декламация. Дальше. Декламация – это как бы, ну, это вот, если будет идти мелодия, я буду говорить. Помните, вот, ну, давайте вот в субботу. Вы были нас слушаем? Я слышу, слышу голос тот, как громко шум от ноги ход. Я слышу, слышу голос тот, как громко шум от ноги ход. Я слышу, слышу голос тот, как громко шум от ноги ход. Дальше слово «пиют». Оно появилось гораздо позже уже. Пиют. 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 Оно уже появилось. А? Пи. Пэ. Пэ. Э. Ты. 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 Не ды, а ты. Пиют. Пиют. Это песня, песня или декламация рифмованная. Ну, рифмованная декламация или песня. Уже рифмованная. Это появилось гораздо позже. Это уже появилось в средние века. Было, ну, как бы, изобретено. До этого, ну, помните, как говорили, там, там, сижу, пою, там, на востоке, там, что вижу, то и пою, как бы. Музыка, перебираю струны и пою. Солнце, там, встало, там, верблюд идет, да, то есть, как бы, как хорошо мне здесь. То есть, как бы, вот это буквально, вот это означало, то есть, декламация. Вот то, что вижу, то и пою. То есть, передаю, ну, как бы, восхваляю вот такими вот вещами. То есть, буквально наблюдаю и сразу тут же это все выражаю в своем пении. Есть такое понятие, менаген, менаген, исполнять, играть. А исполнитель наган. Да, были такие два брата, тоже евреи, их фамилия была наган, и они изобрели исполнять, играть. Исполнять, играть. Наган – это исполнитель, исполнитель, тот, кто играет и исполняет. И есть еще такое слово, употребляется, шабах. Шабах. Восклицать громким голосом. Неемия, 12, 43. Книга Неемия, 12, 43. 12, стих 43. 12, 43. И проносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. И веселье Иерусалима далеко было слышно. Вот они, где производили этот шабах, так громко веселились, что все народы вокруг слышали это. Вот когда, и еще там, вот, откровение, 19 глава, 1 стих. После того, после всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Вот это тоже шабах, 19, 1, 1 стих. То же самое слово «шабах». Громкий голос, который просто, ну, потрясает. И вот это вот, тот же голос потрес эти основания, эти косяки сдвинулись. И тот же, и вот Павел и Сила, наверное, тоже так громко славили. То есть, как бы, они просто, наверное, в этом уже им ничего не оставалось делать. Там их палками побили, заковали. То есть, они там побитые. То есть, что осталось делать? Уже орать просто. Я помню, когда в моей жизни наставали такие, как бы, вот обстоятельства. И я тоже вот в таком был состоянии, что чуть сейчас взорвусь. А я ездил, а я тогда, ну, водителем был тоже. И ездил на таком, есть 452-й УАЗе, кто знает. Ну, вот, как скорая помощь, старая, такая, 452-й. Он едешь, там все гремит внутри. И я вот еду. Орал так до того, что я неделями не мог разговаривать. Срывал голос так. Мы когда уже здесь, вот Саша Козырякин есть, он меня как-то повел. Ну, это лидер прославления, с Врат Сиона. И он меня как-то повел к народному артисту, голосом там, ну, заниматься. Знаете, там Ярослав, я забыл, как его Ярослав. Он заслуженный народный артист, когда он меня послушал, говорит, у тебя уже сипота, говорит, она ничем неизлечима. Ну, просто уже связки посажены. Знаете, вот там, как у Высоцкого, как вот там у Джигурда есть такой, да. Ну, у меня еще не до такой степени. Ну, приблизительно то же самое. Это Шабах. Славить Бога буквально. Восклицать ему очень громким голосом. Еще Лестер Саммерл, у него было такое выражение. В крики рождается победа. В крики рождается победа. Все. Пока.